Андрей Андреевич, здравствуйте, очень рад вас видеть. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я хочу начать вот с чего. С того, как сбываются многие ваши прогнозы. Я очень хотел встретиться именно в эти дни с вами в эфире. Более полугода вы твердили о том, призывали американские власти к тому, чтобы, во-первых, дать достаточное количество самолетов F-16 Украине, а второе, чтобы большую часть из них пилотировали американские или натовские пилоты. И на прошлой неделе ваши слова, к моему удивлению, подтвердил американский сенатор Линдси Грэм, который был с визитом в Киеве. Как вы считаете, лед тронулся в этом вопросе? Да, конечно. Это началось, знаете, с чего? Вот я заставу конец обсуждения ваш с предыдущим гостем. Я, например, уверен, что вот эта операция, Курская операция, готовилась украинским генеральным штабом в тайне не только от нашего врага, но и от наших замечательных американских союзников. Иначе дедушка Байден бы лег ко СМИ и запретил ее. Давайте не будем поднимать эскалацию, давайте сохранять красные линии и так далее. Но вот сейчас реакция. Реакция в Соединенных Штатах восторженная. Вы могли сами это убедиться. Вы напомнили, визит 12-го, это историческая была встреча, 12-го августа, это не один сенатор Грэхом, это делегация сената, двухпартийная, я подчеркну. Грэхом республиканец, и, кстати, сторонник Трампа горячий, а Блюменталь демократ. И вот даже они вели себя, ну, как это, не молодые люди, вели себя с каким-то юношеским энтузиазмом, не скрывая своих радостных чувств. Вот оценки, которые они давали, это, ребята, beautiful, brilliant, historical, seismic bristle, блестящее, замечательное, сейсмический прорыв, исторический. Сейсмический, сейсмический, да. Да, 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 это то, что они жаждали, это люди, которые вот боролись все время, все эти два года вместе с нами, вот с этими настроениями в Соединенных Штатах о том, что ни в коем случае не упускать эскалации красной линии. И вот вы правы, за это меня уже в сети называют за эти 6 месяцев, которых я практически один к этому призывал, стереть вот эту самую последнюю дурацкую красную линию, требование, чтобы пилоты были только с украинскими паспортами. Нам же нужно для перелома войны, для ликвидации всей группировки врага в Крыму нужно 150-200 самолетов. Ну, нет столько украинских летчиков и не будет. Поэтому эту линию надо стирать. И меня называли городским сумасшедшим уже. Так вот, прибавилось теперь к нашей группе три новых городских сумасшедших. Я уточню вашу реплику. Это не только слова Грэхома, это заявление совместное после встречи Зеленского и руководителей делегации Грэхома Блументаль. По крайней мере, три еще городских сумасшедших. Зеленский, Грэхом и Блументаль, люди гораздо более влиятельные чем Пианковский, присоединились к этой мысли. И я уверяю вас, да, и какой язык тоже этого заключенного заявления. Президент Зеленский нас попросил, и мы эч, и мы настаиваем, и будем настаивать, чтобы американская администрация, ну, во-первых, сняла все дурацкие ограничения по ударам по российской территории, а во-вторых, согласилась к набору, немедленно приступить к набору в наших странах летчиков, желающих принять участие. И они совершенно правильный аргумент. Ведь никого не удивляет, что очень многие добровольцы Запада участвуют в войне в Украине. Даже есть специальные единицы национальные. Так почему же это практику не распространить в небо? Вот это решающий рывок. И он обеспечен только благодаря вот этому влиянию блестящей курской операции. Ну, нам важна позиция сейчас не только Джо Байдена, да, а уже стоит присматриваться и к позициям как Трампа, так и Камал и Харрис. И вот по поводу последней мы видим, что она обещает, что США продолжат поддержку Украины в борьбе против агрессии Российской Федерации. Давайте мы можем даже послушать фрагменты ее выступления. За пять дней до нападения России на Украину я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его о планах России по вторжению. Я помогла мобилизовать глобальный ответ более чем в 50 странах для защиты от агрессии Путина. И как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО. Андрей Андреевич, это уже обещание на президентское будущее, если Камала победит. А до выборов насколько важен вопрос Украины и ее возможной победы в войне для победы как одного, так и другого кандидата? Ей просто совершенно необходим для победы. Сейчас я объясню, почему. И смотрите, она за две недели кардинальным образом изменила соотношение сил по опросам общественного мнения. Но она ничего выдающегося не сделала пока еще. Вот этот эффект до ухода Байдена средний национальный опрос давал 5% преимущества Трампа. Сейчас она уравняла примерно одинаково. В некоторых, как раз, ключевых штатах она даже на 1-2% вышла вперед. Ну, это благодаря тому, что ушел отрицательный рейтинг Байдена. Теперь, после уже событий, мы видим, что вся борьба Трампа и Байдена это была борьба обоих отрицательных рейтингов. Ушел отрицательный рейтинг Байдена, соответственно, а у Трампа это осталось. Теперь он пожилой человек с сомнительными качествами для 4-х лет дальнейшей работы. Сейчас равная борьба. Что значит равная борьба? Значит, ну, основные массы демократов и республиканцев определились. Сейчас борьба, оба претендента борются за колеблющихся, независимых, не принявших решения. А вот в сегодняшней Америке образовалась такая ситуационная большой кластер этих колеблющихся. Я думаю, это 2 или 3 миллиона. Это республика, это проукраинские республиканцы. Республиканцы, голосовавшие за Захари. Они даже создали свою ассоциацию такую гражданингов назывался Захари. Они призвали голосовать за Харис. Ну, мы же видим, что наибольшие наши друзья, наиболее активные в Украине, они все в республиканской партии. Кроме, конечно, Трампа, который чем-то связан с Путиным, поэтому он ненавистник Украины, еще и избрал выбор всего такого же вице-президента. Ну, вот эти замечательные Макко, Роджерс, Торнер, авторы знаменитого документа «План победы Украины». А, собственно, план победы Украины и этих трех республиканцев такой же, как мой план. И в этом ключ его в том, что предложили сейчас Блюменталь, 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 Грэм, Грэм и Владимир Зеленский, подчеркну. И надо бороться за этих колеблющих республиканцев. Вот если она твердо скажет завтра, что вот я, ну, я уверен, что они сейчас с ней работают, они вернулись из Киева. И это очень важно. Это двухпартийная делегация. Это большинство Конгресса, то есть подавляющее большинство Конгресса, объединяющие республиканцев и демократов за вот этот план победы. Если она его примет, то очень многие республиканцы по-украински будут голосовать за нее. И это решит выборы. Поэтому я не так уверен, что она очень любит Украину, но то, что она хочет стать президентом, это факт. И тут оба этой мотива, они совпадают. Хорошо, а что может включать этот план победы Украины? И в каком, и в насколько, в какой временной перспективе? Ну, временная перспектива, ну, давайте посмотрим логистика, собрать, передать самолеты, это, ну, уже, уже, официально в Украине 10 самолетов есть, я уверен, что есть больше. Собрать, ну, я думаю, что слова набрать пенсионеров, это такая, в общем, формула, политкорректная. Где вы разберетесь, сегодня пенсионер, завтра не пенсионер. Тем более, выход на пенсию военного летчика, в общем-то, это не 60-летний возраст, естественно. Нет, 40 лет, 40 лет, военный летчик 40 лет. То есть, это натовские летчики, обученные натовские летчики. Добровольцев найдется сколько угодно. Собрать, ну, вопросы логистики, это нужно собрать экипажи, собрать систему обслуживания, вот, да, это уже ведется. Помните, еще месяц назад скачило, шведы подарили в Украине два самолета АВАКС, это самолеты, которые должны руководить всей операцией, ну, и там уже никаких украинских пилотов не может быть и речи. Экипажи этих самолетов там из пяти человек состоят. Ну, это, это оборудование аэродромов, аэродромы будут, конечно, в основном румынские и польские. Ну, я считаю, через два месяца вот эта армада воздушная, лишающая исход войны, при наличии политической воли может появиться в небе Украины. То есть, фактически, даже, даже до выборов. Дай бог, как говорится, чтобы этот ваш прогноз оправдался. Андрей Андреевич, ну, вы правильно отмечаете, что Украина не ждет решений в первую очередь. Нет, вот это самое важное. Не сидит, сама стала действовать. Да, не сидит сложа руки. Я вот давно говорил, давно говорил, что Украина стала лидером, моральным лидером свободного мира, но это была, скорее, такая идеологическая, политическая фауна. А сейчас она конкретно. Она стирает красные линии, первые, а за ней уже стирает Запад. Вот так все происходит. Ну, вот мы с вами поговорили о том, как это повлияло на вашингтонские умы, да, и влияет на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Как влияет на умы российские? Ну, это вы прекрасно без меня знаете. У вас есть любимая передача, такое вы делаете, дайджест российских пропагандистских каналов. Вы видите же, что какая у них царит растерянность. Основной мотив выступлений на российских каналах так называемых и так называемых Z-военкоров царь ненастоящий. Царь ненастоящий. Они в ужасе. Путин полностью девальвировал свои угрозы. Обращайте внимание, что после Курска никаких ядерных угроз не последовало, потому что все видят, что это абсолютно пустые угрозы. Это просто дискретирует себя еще перед той же аудиторией. И большая часть вот так называемого Z-быду, как я его называю, вообще у меня такая простая модель, грубая, потому что точно исторических данных нет. Я думаю, что таким убежденными фашистами, сторонниками войны является 10-15% населения. И вот они господствуют в медиа, в телеграфе, в ютюбе русском. И примерно столько же принципиальных противников войны, но их голос совершенно не слышен. Они не являются политическим фактом, потому что их лидеры или убиты, или арестованы, или изгнаны. Но вот такой парадокс. Путин добился, как бы, уничтожил всю оппозицию, но он столкнулся теперь с этой оппозиции. Теперь самое страшное из него это обвинение в том, что царь не настоящий. А он, потому что все люди понимают, что по большому счету война проиграна. Ведь большая война, это он убил войну в свое время всему Западу, послал ультиматум для всех стран НАТО, убирайтесь вон, Киев хотел брать за 7 дней. Все это уже проиграно, а сейчас он занимается отчаянной борьбой за свое выживание, остаться у власти в проигравшей войну стране. Но это он пытается, надеясь на приход Трампа, пытается через свою агентуру на Западе навязать такое мирное соглашение в Украине, которое оставит в руках России большое количество территорий. Но теперь после того, после успехов Украины в Курске это уже совершенно нереально. Причем успехи, я имею в виду не только военные, а прежде всего морально-психологические. Они закрыли полностью тезис на Западе полезных идиотов и агентов Путина, что Украина ведь всегда, все равно она никогда не сможет победить, она никогда не сможет освободить свои земли, поэтому стоит ли ей помогать и так далее. Нет, она более чем сможет и она сейчас диктует свою повестку дня. Но сможет быстрее, если нам Соединенные Штаты Америки все же разрешат применять западное вооружение на территории всей Российской Федерации. Я думаю, что этот вопрос, судя по обстановке, которая сейчас в американском, я думаю, что этот вопрос практически решенный. Я бы даже вам посоветовал спокойно применять его де-факто. А еще какое, это что касается настроения в Москве, а чтобы усилить вот это, там же эти самые, вся эта Z-публика, она готова броситься друг на друга. Путин же, почему начал борьбу с воровством вместе с Шой, и раньше не воровали, воровали, и если Тимур Иванов это кошелек Шой, это Шой, сам был кошелеком Путина, ему просто надо очернить армию, чтобы назвать ее виновным в поражении. Вот генералы, они проворовались, и соответственно, они еще изменники Родины. Так что надо нанести один удар. Вот сейчас у нас нет самолетов достаточных для освобождения Крыма, но я думаю, что на сегодняшнем Украине есть ресурсы для уничтожения Крымского моста. Вот эти 10 самолетов кроме того, должны поступить, они еще как обсуждается в американской прессе, я думаю, что первые образцы поступили так называемые ракеты Джессим, это Joint Air to Surface Standout Missiles, это стандартные ракеты КФ-16, они, во-первых, они отличаются дальнодействием, они работают на 400 километров, это на 100 больше, чем даже самые дальнобойные хайи, ЭТИКСы, которые нам передали, кроме того, они несут очень большой груз, примерно полтонны взрывчатого материала, как раз все это очень хорошо подходит под Крымский мост, но те, кто вместе со мной смотрит иногда краем глаза российские канавы, он представляет, что на них начнется на следующий день после уничтожения Крымского моста. Ну, возможно, Украина действительно в ближайшее время, и за короткий промежуток какой-то времени, да, снова приятно удивит, в первую очередь, украинцев, а потом и мир, и Российскую Федерацию, можно только предполагать, чем это действительно закончится, но, по крайней мере, в Главном управлении разведки сегодня заявили, что план атаки Крымского моста уже готов, вопрос только во времени. Я не успею открыть рот, а мои прогнозы уже сбываются. Ну, дай бог, чтобы сбылся. Это потому, что я очень люблю Украину. Кстати, с Днем Независимости сегодня. Спасибо, Андрей Андреевич, огромное, приятно слышать эти поздравления, тем более от тех экспертов, которые, в общем-то, в течение всех этих двух с половиной лет несправедливого вторжения в Украину искренне поддерживают украинский народ и Украину в ее борьбе за свою независимость, и вы из всех экспертов, которые не меняют и не лавируют свою точку зрения и не лавируют как флюгер, не вскрываются по надобности Кремля, как это сделали многие, многие и многие за это время. Спасибо вам за эту поддержку Украины, поэтому всех с праздником и вас в том числе, как за Украина-люба и человека, который нас искренне поддерживает. Андрей Пянтковский присоединился к нашему эфиру. Андрей Андреевич, до следующих встреч. Спасибо огромное. Сегодня мы обсудим последствия уничтожения моста. Непременно. Обещаю вам. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok